МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. В Кстовском округе прошел агрофестиваль «День поля». На Нижегородской ярмарке прошло расширенное заседание регионального совета. В Воскресенском кафедральном соборе прошла встреча патриарха Кирилла и губернатора Глеба Никитина. Подробности далее. Переливы народных костюмов, песни и танцы. Так открывается агрофестиваль «День поля». С первых минут становится ясно – голодным не уедет никто. Мясо, пироги, сыры и даже конфеты ручной работы. И все это – наше Нижегородское. Всегда радуют новые продукты, очень качественные. Видно, что наша область поддерживает предпринимательство. В то же время на манеже племенные быки, галштинская и бурый пород. Гордо вышагивают на радость публике. 25 хозяйств со всего региона привезли на конкурс своих лучших коров. Если эти животные будут в большем количестве, соответственно, больше высокой продукции у нас. Еще издалека виднеются колосси, пшеницы и кукурузные побеги. Достижения в области растений и водства представили нижегородские селекционеры. Всего 120 новых сортов культур. 1800 гектар пашни у нас сейчас стало. Мы вот эти сорта здесь, у нас просто испытание идет. У нас еще идет семеноводство. Пожалуй, центральное место на выставке отведено сельхозтехники. Тракторы, комбайны и самосвалы. Передовые разработки агропромышленного комплекса. Работаем по всей России. Это от Калининграда до Сахалина. Также очень активно покупает Казахстан. В год производим 1500 машин. Запомнится фестиваль и необычными состязаниями. Так свое мастерство лихо демонстрируют косари. Жатва не только красивое зрелище, но еще и тяжкий труд. Пшеницу косил первый раз. Очень тяжело. Не удержался и взял в руки косу и председатель законодательного собрания Евгений Люлин. День поля – не только знаковые события для всех аграриев Нижегородской области, но и яркий праздник для всех нижегородцев. Служба информации Наталья Куликова, Ирина Чалая, Николай Таланов, Илья Денисов. Расширенное заседание регионального совета прошло на Нижегородской ярмарке. Основной темой стала демографическая политика. Эксперты разделились на четыре группы по профильным темам. Улучшение рождаемости, сокращение смертности, пропаганда семейных ценностей и создание благоприятной экономической и социальной среды. По словам губернатора, по итогам работы каждый стол выступил со своим предложением. Это конкретные меры региональной и федеральной поддержки. Это очень сложный и системный вопрос. Нет легкого решения и одинаково работающих на всех. В зависимости от места проживания. На селе – это будет один ответ. В городской среде – это будет другой ответ. Но учитывать в демографической политике мы должны все. Очень много было дискуссий, очень много разнонаправленных предложений. Очень много полезных, я убежден, предложений. И, например, для меня неожиданных и новых. Надеюсь, что в конечном итоге мы выйдем с набором конкретных совершенно мер, которые должны изменить ситуацию, изменят ситуацию. И, может быть, даже станут модельными для применения в других регионах, в стране в целом. Первое, что бы я хотел сердечно вас поблагодарить, Владыку, за тот уровень церковно-государственных отношений, которые сложились вот здесь, на Нижегородской земле. С этих теплых слов и высокой оценки начинается беседа Глеба Никитина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как отметил Святейший в Нижегородской области, прекрасно организована церковная жизнь. Системно развиваются все ее направления. Мы понимаем нашу миссию даже в какой-то степени и необходимость такого общегражданского, общерегионального послушания, с учетом того, что мы действительно находимся на намоленной духовной и исторической земле. Губернатор поделился, что испытывает особую гордость за достижения в сфере духовного образования. 12 гимназий, 6 детских садов, 5000 детишек. Вот вы их видели сейчас в храме. Также Глеб Никитин рассказал о православных молодежных мероприятиях, которые проходят в регионе. Так в Дивеево открылся третий межрегиональный форум «Радость моя». А следом за ним вот уже в 12-й раз прошел фестиваль «Конкурс православной» и патриотическая песня «Арзамасские купола». С учетом того, что меняется и инфраструктурная часть, а именно дорога М12, которая 400 километров от Москвы, 400 километров от Казани. С учетом этого мы, конечно, хотим «Арзамасс» делать таким уже центром, но в какой-то степени столичным. Глава региона отметил, что нижегородские храмы все чаще привлекают туристов. Ведутся большие работы по восстановлению церквей. В частности, завершена реставрация исторического воскресенского храма в Арзамассе. Когда это происходит комплексно, то происходит и комплексный прорыв. Отдельную благодарность глава региона выразил митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию. Я впечатлен за 20 лет на кафедре. 700 храмов было освящено в свою регион. Вот это все, конечно, очень большое значение имеет для социального самочувствия, уверенности в будущем, самоощущения Нижегородца. А в завершении встречи губернатор поблагодарил главу Русской Православной Церкви за визит, идею и поддержку. Мы считаем вас тоже нижегородцем. Спасибо огромное, что свои корни чтите. Служба информации Наталья Куликова. При нем совершались многие чудеса, и еще сейчас его праздник. Марк Трибухин с гордостью называет себя паломником. Сюда, в Дивеево, он с родителями приезжает каждый год. Серафим Саровский – любимый святой в их семье. Батюшку Серафима многие считают своим покровителем. При подобной при жизни каждому обращался «радость моя». А теперь радостью в день его памяти испытывают многие верующие. Всегда приходим, к мощам прикладываемся всегда. Это самый наш любимый праздник. В Дивеево съехались тысячи паломников со всей России и других стран. Прибыл сюда и глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл. Он возглавил праздничную службу на главной площади обители. «Ко преподобному и богоносному отцу нашему Серафиму Саровскому и чудотворцу помолимся». «Китага преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского да хранит Господь землю русскую, сию святую обитель и всех с верой и молитвой призывающих его святое имя. Аминь». На торжественной службе присутствовали также почетные гости, среди которых губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин. «Он освобождал от душевных проблем, дерзания очень многих людей. И, конечно, он всегда был всенародным. Это заступник, защитник каждого в отдельности и всей России». Будущий великий подвижник русской церкви, в миру Прохор с детства мечтал о монашеской жизни. Повзрослев, он ушел в Саровскую пустынь, где принял монашеский постриг. Позже он построил себе келью в глухом лесу, где прожил более 15 лет. Несмотря на все испытания, Серафим Саровский продолжал неустанно молиться и даже взял на себя подвиг молчания на три года. За свои труды подвижник обрел дары прозорливости и чудотворения. Многие верят, что по молитвам к преподобному и сейчас происходят настоящие чудеса. Дивеева еще называют четвертым уделом Престой Богородицы. Считается, что здесь Матерь Божья ходила своими ногами. А Серафиму Саровскому она являлась несколько раз. В православном предании удел – это святая земля, которая находится под особенным покровительством Богородицы. На земле всего четыре таких места. Иверия в Грузии, святая гора Афон в Греции, Киево-Печорская лавра в Киеве и Серафима-Дивеевский монастырь в России. Преподобный Серафим Саровский говорил, что в Дивееве каждый найдет радость и спасение. Вот и после праздничной службы многие верующие не покинули обитель, а остались здесь, чтобы еще помолиться и погулять по этой святой земле. Служба информации Наталья Лисова, Алексей Завылов. Редактор субтитров А.Семкин